Здравствуйте, этот фильм посвящён рейдам 10 и 5 и вообще производительности труда жёстких дисков. Мы создадим упомянутые рейды, а главное, измерим их производительность. Производительность обычного жёсткого диска, жёстких дисков в рейде 5 и дисков в рейде 10, а также диска, присоединяющегося через USB. Мы научимся измерять производительность и узнаем производительность разных вещей. Прежде всего, какие есть показатели производительности? Существует несколько общепринятых показателей. Во-первых, показатель, который называется Sequence, последовательное чтение и запись. Мы измеряем скорость того, как диск читает подряд или пишет подряд, в отличие от показателя Random. Тут мы заставляем накопитель много раз читать и писать в случайно выбранных разных местах, то есть накопитель мечется между своими разными областями, и мы смотрим, как у него получается так читать или писать. Разумеется, вы понимаете, само то, что он мечется, уже занимает время, и мы можем проверить, с какой скоростью у него получается метаться между разными областями себя. Я тут для вас подготовил разные диски, разные рейды, и мы все их сравним. Сравним, главное, их производительность. Итак, у нас есть показатель Sequence, последовательное чтение или запись. Есть показатель Random, это накопитель мечется случайным образом между разными своими местами, между разными своими участочками размером по 512 килобайт. Каждый раз выбирай следующий случайным образом. А также то же самое, но кусочки уже по 4 килобайта, и это очень широко распространено тоже. Их он тоже выбирает каждый раз случайным образом, и считывает или пишет такую последовательность. А также производительность контроллера жесткого диска, при том, что ему дается заранее заготовленная последовательность команд. Ведь в этом случае контроллер производит некоторые действия по повышению производительности, эффективности выполнения такой последовательности. Тут тоже кусочки по 4 килобайта, но команды контроллеру мы даем не по очереди, а сразу цепочку команд. В этом случае у него есть способность повышать эффективность выполнения такой цепочки. К примеру, цепочка команд такая. Сначала считай и дай мне 4 килобайта из первого кусочка, потом 4 килобайта из 20-го кусочка, а потом 4 килобайта из второго кусочка. Так вот, на деле, контроллер сначала считает подряд из первого и второго кусочка, а потом из 20-го. Он изменит порядок, чтобы первые два кусочка считать подряд, что повысит скорость. Первую и третью команду он превратит в чтение подряд, что сэкономит время перескакивания между кусочками. Далее, первый наш диск типа SSD. Размер нашего экспериментального жёсткого диска 100 мегабайт. SSD — это значит, что на основе электронного чипа. Второй же на жёсткий диск — это магнитный, размером в 1 терабайт. Третий жёсткий диск тоже магнитный, но он внешний, подключённый через USB. Он тоже магнитный, это не флешка, это такая коробка, коробочка. То есть этот и этот, они оба в точности на основе одного и того же жёсткого диска. Единственная между ними разница, что этот присоединён через USB. Диск E у нас через USB, а диск D подключён у нас через обычную SATA. Вход SATA. Обычная SATA, которая внутри. То есть этот внутри, этот тоже внутри, SSD, который внутри. Это обычный жёсткий диск, который внутри, а это внешний диск, USB. Мои предпочтения следующие. Операционная система и все программы на диске C. Небольшого объёма, дешёвый, стоящий менее 100 долларов, даже 50 долларов. Небольшого объёма, но очень быстрый. Внимание, диск SSD. Он считывает со скоростью 178, а пишет со скоростью 86. Впрочем, обычно SSD работает ещё вдвое быстрее. Упомянутые скорости касаются последовательного чтения, и это очень важный показатель, потому что по статистике более половины чтения и запись — это последовательное чтение и запись, потому что в наши дни мы много работаем с большими файлами. Следовательно, их кусочки считываются и записываются подряд, ведь в здоровом положении кусочки файла располагаются подряд. В общем, принято думать, что 50% случаев — это последовательное чтение и запись. Поэтому этот показатель считается важным, и он зачастую указан на упаковках жёстких дисков. Как правило, именно такой показатель указывается на упаковке — показатель последовательного чтения и записи. А в 25% случаев считается, что это случайное чтение и запись кусочков по 4 килобайт. Итак, жёсткий диск SSD умеет считывать в моём случае 178 мегабайт в секунду. Давайте посмотрим на картинки диска SSD. В поисковике их найдём, посмотрим, как SSD выглядят внутри. Они выглядят как чипы, как такие флешки. На рисунке мы видим 10 чипов, 10 флешек. Впрочем, может быть, там со второй стороны ещё есть десяток. Иногда они односторонние, иногда двухсторонние. А магнитный диск — это иголочки с пластиночками, напоминающие патефон. Иголки на головках двигаются туда-сюда. Что требует времени? Требуется время перехода или время поиска. Это то, что задерживает его действие, в отличие от диска SSD. Смотрите, в Random 512 достигается почти то же самое. То есть SSD, что он подряд, что он не подряд считывает. Почти без разницы. В отличие от магнитного диска, где производительность очень сильно страдает от того, что дело идёт непоследовательно. Внимание, так 70, а так 28. А теперь давайте сравним производительность при отдельных командах и при доставлении заранее известной длинной последовательности команд. Смотрите, когда 4 килобайта, но это в случайном порядке, и команды даются по очереди. И так он считывает 360 килобайт в секунду. Но если я даю ему сразу ряд команд, то он выстраивает их в таком порядке, чтобы всё было быстрее. Все команды, которые считывают блоки подряд, он и проделывает подряд. И мы видим, что производительность у нас возросла в 4 раза, когда заранее известен большой ряд того, что нужно считывать. Впрочем, на нашем обычном домашнем компьютере мы не очень-то с этим столкнёмся. Нет же, с таким мы столкнёмся на загруженном сервере. Там будут длинные очереди ожидания. Сервер, который одновременно используют сотни пользователей. Но если это не сервер с огромными очередями ожидания, то мы не будем видеть подобное явление. Поэтому этот показатель нам не так уж и важен. Я, как правило, смотрю на показатель sequence. Он очень важен, а также на 4 килобайта со случайным выбором. А теперь смотрите на диск USB. Как тут всё плохо. Но это тот же самый жёсткий диск, что и внутри. Если бы я взял этот диск из USB и поместил бы в SATO, то есть изменил бы подключение, и этот жёсткий диск уже не проходил бы через контроллер USB. Если бы я его напрямую внутрь подключил, скорость бы удвоилась. Далее, взгляните. Вот это вот мой сервер. Тут у меня RAID 5 и RAID 10. Не волнуйтесь, мы сейчас поговорим о том, что это такое за рейды, как их создавать, как ими управлять. Просто я вам сначала хотел показать производительность. Смотрите, как меняется производительность, когда мы переходим от RAID 5. Диск C — это у меня RAID 5. И насколько возрастает производительность при RAID 10. Далее, что такое вообще RAID 10? Это сочетание из RAID 0 и RAID 1. То есть с помощью RAID 0 информация делится на две части, на две группы жёстких дисков. И поскольку все жёсткие диски работают параллельно, то и работа с этой информацией происходит параллельно, а значит вдвое быстрее. Далее, в каждой из этих групп делается RAID 1. Смотрите, информация A1 записывается дважды, A2 записывается дважды. Это Mirror. И таким образом мы получаем ещё и безопасность. Вся наша информация делится на две группы, и таким образом мы увеличиваем производительность. Но ещё и информация дублируется внутри этих групп. И внутри этих групп, если один жёсткий диск ломается, то информация остаётся на втором, и мы не теряем информацию. Я повторяю, информация делится на две части для ускорения обращения к ней. И каждая из этих частей записывается на двух жёстких дисках. И так мы оберегаем нашу информацию. И к тому же и удваиваем скорость. Сейчас я вам покажу, что скорость удвоилась. Смотрите, чтение у нас с какой скорости происходит. 215 мегабайт в секунду. А записывается информация со скоростью 140 мегабайт в секунду. А какова у нас скорость на отдельном жёстком диске? 70 и 70. Это обычный диск SATA. И смотрите, вместо 70 и 70, это если последовательно, мы в данном случае получили даже немножечко больше, чем вдвое. 215 и 140. Ну чуть больше, чем вдвое, потому что жёсткие диски всё-таки сами по себе, наверное, не очень идентичны. Но вы же понимаете, что в RAID 10 половина объёма жёстких дисков тратится на защиту информации от поломок аппаратуры. Это и это копия друг друга, как и тут. То есть если бы я всё это подключил в качестве обычных дисков, то я бы получил вдвое больше места. Но при поломках этих жёстких дисков я бы терял информацию. RAID 5 мы уже проходили, но я сделаю небольшое повторение. В RAID 5 производятся подсчёты. Информация в RAID 5 делится по всем жёстким дискам. Первая часть на первом жёстком диске, вторая часть на втором, третья на третьем, а на последнем жёстком диске пишется сумма. Кстати, сумма не всегда на последнем. В следующей строчке она может быть на другом жёстком диске. Сумма каждый раз кладётся на произвольный жёсткий диск. Впрочем, это не имеет значения. Главное, что это подстраховочная сумма, которая предостерегает от поломки жёстких дисков. Таким образом, в примере данного рисунка мы получаем производительность в три раза большую, чем у единого жёсткого диска. Ведь информация делится на три части, которые обрабатываются параллельно, записываются и считываются из трёх разных мест. А четвёртое место — это подстраховочная. Оно нам ничего не добавляет с точки зрения скорости. Впрочем, на самом деле даже отбавляет, если уже вдаваться в такие подробности, потому что подсчёт этой суммы в контроллере требует тоже времени. Вот, смотрите, и у меня на компьютере тоже. На диске C, когда нужно писать информацию, то есть при этом подсчитывается сумма. Ведь смотрите, считывание происходит со скоростью 200. Но когда он записывает, он подсчитывает сумму. А этот контроллер у меня очень дешёвый, он даже, пожалуй, и бесплатный, потому что он встроенный в материнскую плату. А вот при чтении в RAID 5 нету такой проблемы, потому что не нужно подсчитывать сумму, просто идёт считывание. И смотрите, считывание происходит со скоростью 209 Мбайт в секунду. И смотрите, один одиночный SSD считывает примерно с такой же скоростью. Тут речь идёт о дисках SSD. Далее, важность производительности жёстких дисков. Подумайте о параллельной работе многих людей. При этом очень сильно всё упирается в производительность жёстких дисков. Не надо её недооценивать. Далее, давайте сами создадим RAID и увидим, как ими управлять. Внимание, я пользуюсь тем фактом, что мой диск, который основан на RAID, совершенно пуст. В My Computer этот диск — это disk D. Всё его место совершенно свободно, на нём нет никаких файлов. Поэтому совершенно ничего не случится, если я сотру этот RAID, уберу его и сделаю заново. Вот так, как вы видите здесь, у нас всё выглядит физически. А теперь как же всё это выглядит логически? В самом компьютере всё выглядит просто как единый диск. Windows понятия не имеет, что за всем этим кроется. Controller RAID. Он думает, что просто есть один жёсткий диск в 3 терабайта. Он даже не представляет себе, что за этим жёстким диском кроется 4 физических жёстких диска, которые работают через RAID 10. Так же, как и за диском C, который размером 1 терабайт, он думает, что это один жёсткий диск. Так думает программа Windows как операционная система. Она не знает, что это диск C, терабайт — это RAID 5. Это не её операционной системой дело. Windows отсылает команды к этому контроллеру RAID, а контроллер уже передаёт их своим жёстким диском в соответствии с тем, как его настроили. Что же такое контроллер? Он может быть как встроенным в материнскую плату, так и располагаться на внешней карте расширения. Обычная карта расширения PCI, как у старых графических карт. Давайте возьмём в интернете какой-нибудь рисунок. Карта расширения PCI с контроллером RAID. Она вставляется в компьютер в слот PCI. Тут PCI Express. Сверху к этой карте расширения подключаются диски SATA или SAS, или есть очень старые контакты с CASI. Так вот, подключаются дисков, а ещё на карте расширения есть процессор — чип. Как раз он проделывает все вычисления. И чем лучше этот процессор, тем лучше будет работать RAID 5 и 6. Для RAID 5 и 6 это очень важно. А также на этой карте расширения есть место для собственной оперативной памяти. Зачем же RAID-контроллеру нужна своя собственная оперативная память? А там он держит свой кэш. Вот-вот я это всё объясню. И у этого кэша на карте расширения есть даже своя батарейка. Отдельная батарейка. Вот она, внешняя батарейка. Она питает оперативную память в случае отключения внезапного электричества. То есть если выключат свет, а в кэше ещё осталась очередь разной важной информации, то она не исчезнет. Так какая же информация в этом RAM-е? Карта расширения RAID. Это кэш. Это называется кэш. Сейчас я вам покажу упоминание о нём в разных местах. Кэш-контроллер — это здесь. Вот, смотрите, RAID-B-Cache. В Windows тоже есть такой кэш. Вот, смотрите, когда мы заходим здесь в диск на уровне устройства, я захожу сюда в контроллер, жму Properties — Характеристики. И тут есть галочка Write Cache on the Disk. Так вот, этот кэш увеличивает производительность труда жёсткого диска как в Windows, так и в физических устройствах. Так вот, этот кэш позволяет контроллеру или Windows сказать аппликации более высшего уровня, то есть тому, кто к нему обращается, сказать ему сделано, я всё написал. Но на самом деле контроллер ещё не всё написал. Он это лишь оставил в своём RAM, и вот-вот он это напишет. Это всё равно, что вы в своей фирме даёте какому-то человеку что-то отослать по почте. И лишь вы это ему передали, вы это считаете уже посланным по почте. Но на самом деле он, возможно, подождёт ещё одну такую посылку, и только тогда он пойдёт на почту. Но я, директор, продолжаю свою работу так, как если бы я это уже послал. Так вот, кэш работает по тому же принципу. Он освобождает аппликацию, операционную систему, программу, которая к нему обратилась, и говорит всё, всё написал. И аппликация продолжает дальше свои дела, и больше уже не ждёт сигнала, что да, написано, что в целом ускоряет её работу, потому что она меньше ждёт. Она уже не ждёт подтверждения от самого жёсткого диска, ведь она уже дождалась подтверждения от кэша. Но теперь представьте, что нечто более высшего уровня, такое как контроллер, такое как кэш-контроллера дал подтверждение, да, я всё написал. И вдруг в этот момент выключили свет. Кэш-контроллера Кэш-контроллера